Здравствуйте, дорогие мои зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду проводить прищипку черенков пиларгоний. Именно подчеркиваю, что это не сеянцы, а черенки. Вот у меня, например, три черенка укоренившиеся уже зональной пиларгонии обычной. Вот один уже начал ветвиться, у него один росточек и второй пошел. Это очень хорошо. Прищипка нужна для ветвления. Второй черенок тоже хорошо самостоятельно ветвиться. У него три даже ростка. Вот раз, верхний и вот один здесь есть, третий маленький. Вот это будет хорошо, будет больше цветов. На каждой веточке, на каждом молодом побеге всегда бывают цветочки. Так, а вот один не хочет ветвиться, у него один всего лишь стволик идет и все, вот ему нужно помочь. Вот когда бывают такие черенки с одним центральным стеблем и нет у них боковых побегов, они никак не дают, их нужно прищипнуть. Вот здесь я срежу макушечку. Вот это можно попробовать укоренить, хоть она и маленькая, но я укореняла такие макушечки, такие маленькие черенки, они тоже приживались. И вот это в таком виде я просто оставлю так же дальше расти. Здесь должны появляться уже боковые побеги скоро. Вот эти стаканчики, в которых у меня укоренялись эти пеларгонии, они уже маловаты для них, уже тесные. Земля высыхает очень быстро. И сейчас надо уже переваливать их в стаканчики, вернее в горшочки более побольшего размера. Ну, примерно вот такие. Вот сейчас я сделаю как раз перевалку. Просто перевалку, ничего сложного здесь нет. Желательно не растрясать земляной ком. И вот таким образом туда помещаю черенок. И обсыпаю земелькой. Землю желательно брать специальной для пеларгоний. Продается такая земля в цветочных магазинах. И они тогда будут хорошо у вас расти. Земля должна быть... Ну, если нет специальной земли для пеларгоний, то можно брать какой-нибудь такой грунт для цветов. Все. Так, сейчас полью. Все, вот в таком виде я сейчас все черенки пересажу. И они у меня будут хорошо расти теперь. Все три черенка я перевалила. И вот сразу как-то они прямо получше так выглядят. Как будто сразу им стало хорошо в этих больших горшочках. Пеларгонии любят яркое освещение. Ну, не жгучее, конечно, такое солнце полуденное. А такой рассеянный, яркий свет. Ну, чтобы все-таки свет был яркий. Не прямой, а рассеянный. Вот, как я заметила по моим наблюдениям, что на таком освещении пеларгонии очень хорошо растут. Они зелененькие и такие кустики компактные, пышные и цветов много. Вот, смотрите, через два месяца примерно, может больше, уже не помню, когда это было, подросли мои прищипнутые черенки. Вот этот черенок, который я оставила расти как есть, не прищипывая. Вот, приобрел такую форму, более вытянутую, такую вот. С одной стороны уже пошел у него хоть и маленький отросточек, но все равно куст имеет вот такую вот не очень хорошую форму. Хотя, в принципе, это не вредно. Но, тем не менее. Вот, а прищипнутые черенки, вот один уже зацветает, они получились более компактными, более такими собранными, пушистенькими. Форма у них получше. Ну, естественно, веточек побольше. Так, вот здесь у меня получилось, сейчас, раз, два, три. Три веточки получилось. Так, а у этой тоже вот, раз, два, три. Тоже три веточки. Набирают уже цветоносы. Вот так можно придать форму, более компактную кустикам пиларгонии с помощью прищипки. Вот такие новости на сегодняшний день. Пока!